Денис и Вика Назины в трамвае День влюблённых отмечают впервые. На такую авантюру девушку подтолкнул муж. Вика признаётся, более оригинально праздник любви не отмечала никогда. Конечно, это романтика. И чем, допустим, провести где-нибудь по сим-клубе, то, конечно, намного приятнее и культурнее провести свой вечер в таком трамвае. С виду неприметный, а внутри веет любовью и романтикой. Обычный трамвай организаторы украсили в соответствии с праздником. Здесь повсюду сердца, надувные, бумажные. Праздничную поездку сопровождает романтическая музыка. Вы знаете, в прошлом году было такое огромное количество желающих. Это так впечатлило и потрясло, что поняли одного риса недостаточно. Трамвай курсирует от Южного вокзала до улицы Конева. Маршрут выбран не случайно, говорят организаторы. По старому Харькову в разные времена гуляли влюбленные Григорий Сковорода, Клавдия Шульженко, Валентина Чистякова. Романтические истории об известных личностях добавляют поездке шарма. На самом деле, вот истории в Харькове очень много, но, к сожалению, времени сейчас это очень мало. Все интересно, конечно. Конечно, интересно. История любви Харькова по старым улицам. Вообще, трамвай у него такая атмосфера душевная. Я не знаю, по вечернему городу, в трамвайчике. Поэтому мне очень понравилось. На трамвайную романтику харьковчане денег не пожалели. По 100 гривен с пары. В день влюбленных отбоя от пассажиров не было. Три круга проехали на одном дыхании. Организаторы уверены, на следующий год желающих покататься в романтическом вагоне не уменьшится. Карина Авджан, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».